Добрый день, дорогие друзья и гости нашего YouTube-канала, который ведет Юлия Руф Флорида. С вами, как обычно, ваш риэлтор во Флориде Надя Эггерс. И мы сегодня находимся в полюбившемся уже районе. Мы снимали когда-то видео новостройки, дома, частного дома новостройки в этом районе. Район называется Wesley Chapel, это пригород Tampa Bay. Почему мы снова сюда вернулись? Мы вам хотели показать более бюджетные варианты, если кому-то интересен район, но ваш бюджет не 600, 700, 800 и выше. Вот как раз для вас такой вариант. Два таунхаусы мы покажем, сравним от застройщика Диар Хортон. Опять-таки, это соседство, эта комьюнити находится буквально за углом от Эперсон Лагун. Мы уже говорили много про эту лагуну и показывали. Юля ставит снова ссылочку, видео, обзор этой лагуны, чтобы освежить вашу память. А сейчас мы пройдем внутрь первого таунхауса и уже пройдем по цифрам внутри. Хорошо, Юль? Очень жарко. Эта модель называется Glam. Она 1674 квадратных фит. Метраж, Юля, пожалуйста, посчитай. И три спальни, две с половиной ванных комнат. Я внутри по цифрам, господи, как хорошо в кондиционере. Нет, ребят, на самом деле я люблю жару, я люблю Флориду. Мне лучше жарко, чем холодно. Всегда можно найти кондиционер, где можно остыть. А если это реально очень жаркий день и у вас выходной, вот тогда на Эперсон Лагуны можно весь день загорать, купаться и не будет так жарко. Значит, эта модель у нас была Glenn. Цена 315 тысяч, 900, 316 тысяч. Сейчас скажу, я читаю, потому что это новое для меня. Я думаю, только что заехали, мне вот дали набор информации. Эперсон Лагуны, 316 тысяч, 1674 square feet, три спальни, два с половиной санузла, двухэтажный и гараж на одну машину. Что здесь включено в Эчуе, Эчуе 140 долларов в месяц и плюс дополнительно 45 долларов за вход в Эперсон Лагун в месяц. Опять-таки, в том видео, где мы показывали ваши лагуны, ежедневный пас 40 долларов, а для жителей района Эперсон и Танхаусы тоже сюда включены 45 долларов в месяц. Можете пользоваться с утра до вечера и просто там жить. Опять-таки, по налогам новостройку это сложно сказать, но здесь 1.7% от кадастровой цены. Юля, что еще спрашиваешь? Все сделано. Блок и второй этаж, деревянный каркас. Как обычно. Да, как обычно. Смотрите, заходим мы здесь в такую приятную очень размер прихожую. Здесь можно поставить шкафчик, где можно раздеться, разуться. То есть, вот, кстати, во Флориде очень мало, можно сказать, в большинстве случаев отсутствуют вот эти прихожие. Да, а тут есть? Здесь есть. Ну, для меня это не какой-то важный фактор, но я слышала от многих клиентов, зашел и сразу в гостиную, а обувь ставить где? Здесь мы проходим сразу, проходя, Юль. Справа будет от прихожей половинка санузла. Да, половиночка, половиночка. Вот она, такая половиночка. Соткрывается. Ну, удобно прям при входе. Удобно при входе, да. И гостей не надо далеко в дом. Зашел в дверь здесь, постоял. Санузел использовал. Здесь вот гараж на одну машину слева от прихожей. Классно, слушай, с гаражом. Не все же, да? Там хаусы обычно с гаражом. Ты знаешь, без гаража там хаусы я чаще всего вижу только в той эре, где Airbnb в районе Диснея. Вот там, да. А так, там, где люди живут постоянно, всегда с гаражом. Попадаем мы в такую шикарную планировку. Открытая планировка. Большая гостиная. Так, сейчас я обойму. Я, наверное, вот так. Давайте посмотрим. Место для телевизора. Огромный остров. Нравятся мне вот эти вот сейчас современные плоские островки. Да, раньше строили вот это вот. Но это уже настолько старое время, это прошлый век. А сейчас вот эти вот островки, они, конечно, шикарные. Но у меня тоже такой остров дома. И хочу заметить, что посуды всегда должны... Он должен быть идеальным. Иначе, да, раньше, когда у нас... Я жила в доме, где двойной вот этот остров старый, ну, как старая школа. Там можно было какие-то ложки положить. Я не знаю, стакан нано часто. Сейчас мне приходится просто... Есть энергия, нет энергии. Но я не могу утром просыпаться, вот зайти в комнату, и чтобы у меня там стакан стоял посреди. И я его увидела. У меня аж... Приходится вот это все идеально держать. Но это здорово. В принципе, это какой-то порядок. Да, это приводит к какому-то порядку в доме. И ты не можешь просто пойти спать с посудой, выставленной на каунтертоп. Значит, здесь у нас получается... Поверхность у нас гранитная. Опять-таки, мне нравятся вот эти раковины, которые стали в основном ставить в новых домах. Обрати внимание, здесь не просто... Не вытяжка, а это микроволновка. Микроволновка. Но в микроволновке, чтобы вы не думали, здесь есть своя вытяжка, она, конечно, какая-никакая, но есть. Кстати, Юль, помнишь, наш другой покупатель, который покупал Танхаус, обратил внимание, что из микроволновки нет выхода на улицу. Я сказала, это совершенно встречается всегда. Но он увидел у его брата Танхаус, где из микроволновки выходил... Вот именно выходил на улицу. А здесь у нас получается, что воздух проходит внутри микроволновки. Этим всегда пользовались. У меня было несколько домов с такой системой. Сейчас у меня дом, конечно, с вытяжкой. Но запаха никогда не было. Вот, ну, как бы не было какой-то разницы. У меня что, если я там, что такое жарю, у меня, в принципе, что с вытяжкой на улице, что тогда у меня было с микроволновкой. В принципе, сильно не пахло. Ну, как обычно, что я что-то готовлю. Не страшно. Здесь у нас, получается, ящички тоже не с доводчиком, кстати. Ну, да. Мне кажется, здесь ручек не хватает. Но, возможно, их можно или приделать, или они просто не предусмотрены. Бывает такое, бывает. Ну, такая кухня. Пейнтер-кладовочка. Кстати, он сказал, да, что здесь входят все апплайенсы, правильно? Апплайенсы входят, да. Нет, кстати, не все. Входит только встроенный холодильник. У застройщиков холодильник никогда не входит, и стиральная-сушильная машина не входит. Бывают случаи, когда входит холодильник, когда они уже вот эту модель будут продавать. Они его тогда отсюда не уводят. А если они, если это строящийся объект, или только что построился, но это не модель, там не будет холодильника. Но там будет микроволновка, плита и посудомоечная машина. Стиралки не входят, да? Стиралки не входят никогда у застройщиков. Юля, ты потом, я тебе отдам эти документы, ты сделаешь фотографию плана. И здесь не очень хорошо видно, но мы с тобой отсняли с экрана, ты тоже вставишь, какие лоты свободные. И там достаточно очень много хороших свободных лотов, которые смотрят на озера. Есть, конечно, много проданных лотов уже. Как у нас там получается, цветовая гамма будет, закрашенные лоты разными цветами. Красная, это уже продано. Цветовая гамма. Это ты, Юль, как раз ставишь. Я хочу просто сейчас до людей донести, что значит вот эта карта лотов, да? А то, что остальными цветами белое, это еще фундамент не закладывался даже, но вы можете купить лот, и под ваши пожелания, вы уже построите, выберите, какой пол вы хотите, какую плитку гранитную, да, про поверхность. И желтый, по-моему, цвет, это где он уже или достраивается, или построено. Там вы уже не можете выбрать, потому что застройщик уже, это все пермиты есть именно на тот материал. Ну, вы можете посмотреть и выбрать. Они же всегда строят разные материалы, достаточно. В одном доме это будет плитка, в другом это будет дерево, в третьем ламинат. Что мне нравится здесь, это вид. Вид очень хороший. Давай выйдем, наверное... Модель хорошая. И модель хорошая. И опять-таки смотри, как они стали делать. Видишь, как... Здесь не так, да, не к соседям. Здесь тоже можно поставить скрин. Чаще всего возле озера стрекозы очень много летают. То есть есть такие приятные, на самом деле, неприятные. Ну, есть и комарики, конечно. Но вот скрин здесь ставится, и большая площадка, очень большая площадка. Кстати, здесь можно, да, пожалуйста, летняя кухня. Здесь есть розетка. Я считаю, что площадка просто шикарная, идеальная для тонхауса. Большая. И, кстати, есть прайвиси, видишь, приватные стены. А вот, кстати, у соседей, смотри, там сетку уже сделаны. Да, там соседи, получается, они уже заехали, поставили скрины. Кстати, вот буквально за этим лесочком, вот там недалеко, около мили отсюда как раз находится это Эперсон лагун. А скажи, вот в ту сторону, что находится? А в ту сторону, вот буквально, видите, вот, Юля, не знаю, наведешь на ту деле. Это как раз дом, который мы показывали пару, да, где-то в предыдущем видео. Там находится как раз заповедная зона Bold Eagle Nest. Где орлы белоголовые прилетают и... У них Nest, да, то есть гнездятся, гнездятся, ту зону нельзя трогать. Вот эту зону, к сожалению, скорее всего, можно. Я не знаю, если вот эта зона заповедная или нет. Такая красивая, да. Красивая, да. Потому что если вырубят, да, уже... Ну, будем надеяться, останется. Будем надеяться, останется. Я не знаю планов на... Вот именно на эту эрию. Но опять-таки, да, я повторюсь, что Эперсон Лагун буквально в миле отсюда и можно туда доехать на гольф-картах. Класс. Даже не нужно вам на машине выезжать. Так, а мы что, идем на вторую этаж? Сейчас мы идем... Давай я закрою. Погоди, идем. Нет, сейчас мы идем наверх, мы идем на второй этаж. Мы немножко изменили наш маршрут. Обычно мы оставляем вид на десерт. Проходи, пожалуйста. Так, здесь у нас коридор на втором этаже. Заходим в мастер. Мастер-байдром. Так, ковролин на полу. Здесь, да, ковролин на полу. У застройщиков всегда ковролин на полу. На втором этаже. Классный вид. Классный вид, очень красивый вид на озеро. Ну, правда, озером назвать это сложно. Лужица. Ну, все равно. Да. Какое-то умиротворение все равно будет, когда утром просыпаешься, и ты смотришь не на парковку или не на дорогу, да, вот на такую красоту. Не на соседей. Не очень большая гардеробная. Да, гардеробная. Так, маленькая. Но здесь вторая есть. Ой, я подумала, ничего. Вот эта побольше. Да, это уже нормальная такая. И проходи, пожалуйста, в ванную комнату. Мне нравятся эти модели. Они не очень большие в принципе изначально, но они очень грамотно спланированы. Да. Здесь душевая получается. И две раковины. Вот это... Это гранит. Да, но, конечно, раковина... Ну, я думаю... Я тоже люблю утопленные раковины, да. То есть они не сверху на граните, а внизу, ну, так вот. Я думаю, можно выбрать, если вы будете строить. Если будете строить, возможно. Я не видела опции, которые они дают для выбора. Здесь у нас находится кондиционер. Кстати, там даже уголок можно поставить. Пылесос тот же самый. Я не хочу, да. Хорошо уголок. Моя такая экология складирования. Санузел. Так. Получается, у нас на две комнаты. Санузел на две комнаты. Здесь у нас такой постирочный. Ну, да, здесь, видишь, не такая большая. Так, дверка и закрывается двумя. Так, хорошо. Пожалуйста. И две спальни. Так. Детская. Умеют они, знаешь, все подать красиво. Так вот, у детей выход... У детей выход на дорогу. Но, опять-таки, это от лота зависит. Есть, кстати, лоты в продаже, которые находятся чуть-чуть глубже. У них там будет другой вид. Не, ну, здесь облагородье тоже красиво. Конечно, конечно. Здесь и деревья, когда струйка закончится, здесь будут и деревья, пальмы. Слушай, мне, знаешь, в этой комнатке нравится она такая нестандартная. И она большая? Да, она большая. И, то есть, есть такая рабочая зона у ребенка. Да, да. Расширенная. Чаще всего комнаты размера такого, вот, Юль. Размера вот такого, да? Да, здесь сюда и сюда. Да. Здесь уже дополнительный уголок. Можно поставить стол для занятий, для учебы. Классно. И посмотрим эту комнату. Здесь. А здесь уже стандартно. Здесь уже стандартно. Видишь? Так. Уже нет этого уголка. Это просто гостевая. Да, гостевая. Ну, заметила в белой красе. Вообще, строители, они красят в белой. Да. А ты уже можешь, если... А ты можешь добавить. Да, если тебе какой-то... Ты представляешь, если бы они сейчас взяли и голубой покрасили. Или в зеленый. Да, нет, конечно. Конечно, у них всегда должно быть нейтральные стены должны быть. А мне нравится. Без всяких оттенков. И здесь гардеробная большая, кстати. Побольше, да. В принципе, гардеробных здесь больше, чем достаточно. Кладовок здесь много. Да, кладовочки такие, то есть с полочками. Все. Посмотрели мы здесь. И вот здесь тоже можно, да, вот поставить шкафчик какой-то. А, ну что-то поставить, шкафчик, ну, стол бы я сюда уже для учебы не ставила. Здесь уже, да, слишком много. Украсить, декорировать. Так, что мы сейчас идем с другой стороны. Да, мы не прощаемся, мы просто переходим ко второй модели. И покажем мы вам обе модели в одном видео. Да, и вы сравните. И вы сравните, да. Кстати, Юля, мы пропустили этот уголок. Большая пейнтри. Кладовочка для круп. Хорошая. Для таунхауса это хороший размер. Да, да, да. Уютненький такой таунхаус. Очень компактный. Ничего лишнего. А мы пошли смотреть второй. Они вернулись, кстати, уже тут больше часа топчутся. Юля, сними, пожалуйста, вот этот стенд. Эта модель называется Вейл. Она чуть побольше. Это 1759 квадратных фит. Тот был, ты захватишь, 1674. Ну, также три спальни и две с половиной ванных. И цена на эту модель 334 тысячи. Да, 316, 334. Почему? Я расскажу. Не перепутайте. Во-первых, она по квадратуре побольше. Немного. А во-вторых, эти модели, они все угловые. То есть у вас не будет соседа. Вот эта угловая. Зашли мы в эту модель. Здесь вот такой прихожей, как там, нет. Но все равно, мне кажется, вот эта часть просится быть прихожей. Да, просится. Ну, там мне понравилась вот эта входная зона. Да, да. Здесь у нас сразу справа от входной двери половинка санузла. Разница, смотри, лестница здесь наверх возле входа. Там была возле... Да, с другой стороны, возле выхода. Проходим коридорчик. А, давай скажем, что вот мы не будем сюда заходить, вот в эту дверь. Там офис сейчас, а вообще это гараж такой же, так же на одну машину. Там сейчас офис. Проходим. Опять-таки открытая планировка. Чуть-чуть чувствуется площади больше, да? Да. В жилой площади. И вот ты знаешь, мне все-таки нравится белая мебель. Не знаю. Хотя это тоже очень красиво. Это черная. Черная. Это белого вкуса просто. Она даже не... Ну да, она не коричневая. Ну, в принципе, да, интересно. Ну, я всегда выбираю белый цвет для своей кухни. Зато мне здесь гранитная поверхность очень нравится. Там она, по-моему, серенькая такая, да, была? Здесь приятная. Все, похоже, все одинаково. Мы не будем ящики открывать. Все то же самое, такой же набор. Скажи, какая большая. И кухня больше, да, кухня большая. Там еще, видишь, барный вот это вот, барный уголочек. Да. И тут вот барные стульчики. То есть это... Здесь мы пропустили. Я думаю, что это кладовка для круп. Сейчас они поставили у них офис. Сканер, принтер, принтер-сканер. Тоже большая кладовка, смотри. Она здесь побольше, чем там. Давай, раз мы уже нарушаем наш маршрут показа, значит, здесь мы тоже выйдем на задний двор. Честно говоря, эти два тамхауса, они соседи. Вид будет тот же самый, но я хотела показать разницу угловой тамхаус. Вот он. Пожалуйста. Я думаю, здесь парковку уберут потом, да? Это все, да, это все уберется. Это парковка для офиса. Это я бы закрыла. Кстати, можно из бамбука, значит, есть скрины. У меня во дворе такой очень хорошо. Когда нужно, закрыл. Когда нужно, открыл. Но там получается, что приватные обе стены, а здесь открыты. Одна. Вот здесь можно летним пидом. Здесь можно летнюю кухонку поставить. И, в принципе, размер, размер площадки одинаковый. Разница в том, что он угловой. И поэтому он чуть-чуть подороже стоит. Ну, здесь как будто бы... Также, смотри, видишь? Все. Обожаю. Я обожаю такие двери. Можно открыть немного, а можно уже, когда хороший прохладный вечерок, поверьте, у нас такие есть, бывают. Особенно зимой. Особенно зимой, но зимой даже прохладные они бывают. А вот буквально... Неделю назад. Меньше даже. Пару дней назад было очень прохладно. Я даже вечером гуляла с собачкой и кофточку одевала. Для меня всегда холодно. Пройдем на второй этаж. Я хотела сказать, что мне здесь в этом, что больше нравится, площадь больше основного помещения. Ну, это уже зависимо от твоего бюджета. Ну, разница небольшая. Но там есть свои плюсы. Вот там лестница с другой стороны. Мне нравится, что она не дает. Там кухня белая, но кухня это уже... Это неважно, потому что и в таком же там хаусе поставят белую кухню. Да, кстати, лестница мне, наверное, тоже, может быть, нравится. А я даже не могу тебе сказать. Я не могу решить. Мне, наверное, было бы все равно, что мне здесь нравится. Вот эта бонусная комната. Так, показывай. Здесь как раз поставили для примера мебель для детей. Они могут учиться. А в спальнях спать. Слушай, там нет бонусной комнаты. Вот у тебя кто-то сидит. Там бонусной комнаты нет, но зато там в детской комнате... Помнишь уголок? Дополнительный. Дополнительный уголок. Здесь мы проходим в мастер. Опять красивый вид. Красивый вид, очень красивый. Вид на лес, где заповедная зона. И вот здорово было бы увидеть лагуну. Мне кажется, если бы этого леса не было... Нет, я не хочу, чтобы его убирали, но вот мне кажется, что если бы его сейчас не было, была бы видна лагуна. Возможно. Ну, рядышком. Рядышком, да. Гардеробная. Здесь получается одна гардеробная. Ой, нашла вторую. Слушай, здесь две гардеробные. Причем они обе большие. Достаточно. Да. Она так за дверью спряталась. Ага. Слушай, давай снимем. Снимай. Снимай, давай я выйду. Там работают, да. Там работают очень тихо. Шептать будем. Здесь также расположены две спальни. Детская и гостевой. Люди работают. Мы, наверное, не будем туда заходить. В принципе, все одинаково. Да, 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 да. То есть это на двоих санузел. Санузел на двоих. Да, двоих санузел. И постирочная. Постирочная. Вот такая небольшая. Ну, мне нравится здесь, что есть конусная планета. Хорошо. Так, что мы еще можем сказать? Какие поиски? По-поше поменьше. Сложно сказать, честно говоря. Наверное, я бы, если бы у меня не было ограничения, ну, в такого сильного бюджете, я понимаю, что есть разница между 300 тысяч и 700, да, но вот если там ограничение в... Именно вот в там 30, 20-30 тысяч. Мне кажется, мне они оба очень понравились. По квадратуре, в принципе, меня не... Ну, тот мне тоже нормально был бы по квадратуре, но я всегда люблю угловые, и они быстрее продаются обычно. Даже когда вы будете делать перепродажу, в будущем очень любят угловые. Угловые быстрее уходят. Нет от них, с одной стороны, соседей. Соседей нет, да. А плюс еще окно. И плюс еще окно. То есть, да, то есть я бы, скорее всего, выбрала это. Я тоже. И мне по квадратуре больше этот нравится. И зал здесь просторнее, и бонусная комната. Единственный минус, что там в детской, да, дополнительная вот эта комната. Да. Друзья, я еще забыла напомнить про школы. Я... Да. Да, сегодня уже снимаем несколько видео. Школы здесь... Я уже говорила в предыдущем видео. Школы здесь не самого высокого рейтинга пока. И я знаю, что они здесь будут высокого рейтинга. Кстати, я буду наблюдать в этом году, потому что у нас сейчас заканчиваются годовые экзамены. И сейчас здесь еще не такое количество народу переехало в эти дорогие комьюнити с детьми пока еще. Вот через год я бы посмотрела, потому что здесь сейчас вот только начало закрываться, да, только закрываться стали комьюнити, понимаешь. И еще стройка идет. Школы, они поднимутся, школы будут высокого рейтинга. Я зуб вам не дам, но у меня есть чуйка на такие места. Да. Когда-то мы с мужем хотели покупать в Лейкноне инвестицию, хотя не у меня чуйка, у моего мужа, наверное, больше. Он говорил, Надя, надо там покупать. Я говорю, да, ну, там, господи, это так далеко отовсюду. Там школы были, да, там. И говорят, а сейчас посмотрите, то, что мы могли тогда вложить 240 там, что сейчас дома там уже больше, ну, как бы, больше миллиона. Сейчас те дома, которые строились тогда по 400 тысяч, сейчас они уже продаются там 900, миллион, миллион 200. Там можно, там, ну, вообще, цены выросли очень сильно. И за школу, да, и за школу цены растут. У нас школы во Флориде диктуют цены. Друзья, на этом мы с вами попрощаемся. Мне очень приятно показать вам было эти два тамхауса. Вы сравните, поставьте свои комментарии, какой бы из них вы бы приобрели, где вам планировка больше понравилась. Мы будем рады читать ваши комментарии. Спасибо большое, подписывайтесь и до следующих встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok